В преддверии профессионального праздника учителей глава региона встретился с ректором Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева. Михаил Игнатьев и Владимир Иванов обсудили вопрос кадрового обеспечения новых школ и детских садов. Тенденция последних лет педагогов и воспитателей явно не хватает. Причем как в городах, так и в сельской местности. Мы на самом деле имеем определенный дефицит в образовательных школах, детских садах. Если я хочу узнать, у нас улучшается ситуация, то есть выпускники остаются на работе по своей комбинации, по своей профессии или все-таки эта проблема с каждым годом только ухудшается. У нас 80% выпускников трудоустраиваются по специальности. Это хороший показатель, я считаю, для педуниверситета. И в принципе педуниверситеты этим показателем и выделяются среди других вузов. С 2020 года в Чувашии, как и по всей стране, начинает работать программа «Земский учитель», которая должна хотя бы частично ликвидировать кадровый голод. Молодые учителя, решившие преподавать на селе, получат единовременную компенсацию в 1 миллион рублей. В педагогическом университете уже есть желающие. То, что политика нацелена на поддержку молодых учителей, она в том числе связана с такими проектами и программами, мне кажется, это даст результат. То, что Владимир Владимирович Путин обозначил потребность и возможность поддержки молодых педагогов, это очень большое знаковое событие. Это восприняли студенты, конечно, с большим ожиданием. Во-первых, мы ждали этого. И во-вторых, конечно, 43 человека сразу записались. Это показатель того, насколько общество готово к этим решениям. Всего в педуниверситете обучается более 5000 студентов из 27 регионов страны. Почти 19% – иностранные студенты. Глава республики отметил, что в ЧГПУ готовят настоящих профессионалов, благодаря которым школьники из Чувашии показывают хорошие результаты на всероссийском уровне.